Президент России Владимир Путин поставил задачи по развитию спорта. Самое главное при этом ориентироваться на позицию жителей и экспертного сообщества. Это важный аспект, который позволяет выявить потребности, пожелания взрослых и детей, ради которых и вносятся изменения. Наша съемочная группа решила выяснить у жителей областной столицы, какова роль во всестороннем развитии подрастающего поколения родителей, школы и тренеров. Конечно, я сама очень долго времени уделяла времени спорту вообще. Я считала это чем-то посредственным. Потом в какой-то определенный момент жизни меня перещелкнуло. Я попробовала, начала, мне это очень понравилось. Это меня как-то мотивирует к победам, вызывая спортивный интерес, интерес к жизни в целом. Заниматься спортом самому. Другого способа нет. Только личный пример. Только так. Родительское вообще должно быть, во-первых, занятия спортом должны быть доступны, а не за большие деньги. То есть, как раньше это было, что спортивные школы, это все было в доступе. И тогда дети могли заниматься. Ну и музыкальные школы, и спортивные. То есть, это все дополнительное образование было бесплатно. На сегодняшний день такого практически нет. И даже наши дети занимались уже платно. Поэтому, а вот ты занимался бесплатно спортом. А я вообще занимался бесплатно. Да, это было доступно. Это было еще за это нас... Да, и рекорды ставил. Да, но это было, это в советское время, да. А сейчас, чтобы завлечь детей, ну не знаю, заинтересовать их чем-то нужно просто каким-то образом. Нет, у меня не занимается пока. Почему? Нет. Ну, по болезни нельзя. Должны со школы это обязательно прививать им. У меня, кстати, муж в ГТО, как называется, когда проходит соревнования, он там, вот это вот, как судья, что ли. И детишкам обязательно надо. Мы, когда росли, у нас всегда были какие-то соревнования, мы всегда собирались, да. Это общение с людьми, это положительные эмоции. И в семье примеры должны быть родителей. Если в семье ленивые родители, а ребенка заставляют что-то, чем-то заниматься, это может быть, наоборот, отрицание. Все же пример собственной родителей, он имеет большое значение. Если родители будут водить с собой ребенка в какие-то турпоходы, где-то сами на велосипеде и привлекать ребенка, пусть летом, вот зимой тоже лыжи в семье должны быть. Тогда у детей как-то и понятие будет, что спорт – это хорошая вещь. Ну, в первую очередь родители, конечно. Ну и развитие, естественно, обучения. Пискультуре тоже нужно. Ну и развитие на дополнительных занятиях. Каким-то или культурного лечения, или, вот, допустим, у меня внук развитие компьютерной. Программа, разработка интересуется, но и спортом занимается тоже, фоксом. Программа. Программа. Продолжение следует...